Здравствуйте, эфир телеканала СКАД продолжает Самарский телевизионный вестник в студии Александр Семенов. В регионе режим самоизоляции продлили до 23 июня включительно. Соответствующее постановление подписал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Итак, обо всем по порядку. С 22 июня ограничения снимут с объектов торговли. Теперь они смогут работать вне зависимости от площади зала. До 3 июля закрытыми останутся ночные клубы, кинотеатры, аквапарки, бассейны, фитнес-центры и частные бани. Все развлекательные заведения с массовым пребыванием людей. Рестораны, кафе, бары могут начать принимать посетителей немного раньше. Согласно постановлению, их работа, кроме доставки на вынос, официально приостановлена до 25 июня. Решение будут принимать после этой даты. То же касается туристических баз и баз отдыха. До уже завтрашнего дня разрешено проводить спортивные мероприятия по требованию Роспотребнадзора. На них пустят только 10% зрителей от общего числа мест, предусмотренных на объекте. Также гражданам можно будет заниматься спортом на открытых сооружениях. С 3 июля можно будет отправиться на уличную экскурсию или прогулку на водном транспорте при соблюдении всех санитарных норм. Еще 70 случаев заболевания коронавирусом выявлено в регионе за минувшие сутки. 31 заболевший выявлен в Самаре. 19 в Тольятти, 5 в Волжском районе, по 4 в Новокубишевске и в Сызрани. По одному в Кенеле, Елковском, Кенель-Черкасском, Нефтегорском, Приволжском, Сызранском и Шанталинском районах. 16 инфицированных общались с уже заболевшими. 42 человека обнаружены с диагнозом пневмония и ОРВИ. 12 пациентов выявлены при профилактическом обследовании. У этих людей не было никаких признаков заболевания. За сутки врачами проведено более 4,5 тысяч тестов на COVID-19. За все время более 230 тысяч. Под медицинским наблюдением остаются 644 пациента. Всего в Самарской области зарегистрировано 3 980 случаев коронавируса. 1942 человека выздоровели. Амбулаторно продолжают лечение 697 человек. Увы, но 50 наших земляков не смогли справиться с новой инфекцией. Еще одной жертвой коронавируса стал 45-летний мужчина. У него заболевание протекало в тяжелой форме. У него не было сопутствующих хронических заболеваний. В Самаре опять перенесли сроки летнего зачисления в детские сады. Об этом информирует городской департамент образования. На этот раз все перенесено на 25 июня. Решение было принято из-за продления ограничительных мер. Распределение будет организовано поэтапно, в автоматизированном порядке. Также стоит отметить, что в рекомендации регионального Роспотребнадзора распределение мест могут перенести на более поздний срок. Пока же родители просят проверить информацию, указанную в заявлении. Сейчас для дошколят в Самаре подготовлено 11 тысяч мест. Самая ценная и полезная информация для потребителей в рубрике «Ваши деньги». Слово моей коллеге Екатерине Алексеевой. Диплом в рассрочку. Ставка по образовательным кредитам может снизиться до 3%. Такое поручение дал президент. До сих пор ставка была от 8 до 16%. Для большинства студентов это неподъемные суммы. По мнению экспертов, теперь число желающих оформить образовательный кредит может вырасти. Впрочем, по данным онлайн-опроса, только 6% знают о снижении этой кредитной ставки. Еще 52% что-то слышали о такой возможности, но не знают подробностей. А 42% вообще не в курсе. Программа образовательного кредитования с господдержкой позволяет банкам выдавать кредит на обучение в УЗИ с невысокой процентной ставкой. Во время обучения выплачиваются только проценты. Основной долг заемщик начинает выплачивать только через 3 месяца после выпуска из университета. А теперь расскажем о том, как изменились цены на прилавках нашего города. Так заметнее всего выросла в цене капуста на 1 рубль 80 копеек. Переписали ценники в сторону увеличения и на картофель на 92 копейки. А вот помидоры и огурцы, напротив, стали дешевле. На 7,5 рублей и на 5 рублей соответственно. Мы и поинтересовались у жителей нашего города. Заметили ли они изменения цен? Так же, мне кажется. Ну, которые подорожали, которые подешевели. На фрукты дороже все стало. А так вроде скидки не все есть. Что подорожало, что подешевело. Что подорожало? Ну, что подорожало. Мясо, зайдите за мясом. Мясо – это же все. Ну, сыры немножко. Молочка осталась вроде без изменений. Масло тоже. И молочные продукты, и хлеб, и фрукты. Пока так. Дорожат, конечно. Да все, колбаса, мясо, яйца, ну все, крупные. Ну все, все продукты практически подорожали. Все подорожало, хлеб подорожал, творог, сыр, масло. Да все подорожало. У меня же на этом все. Берегите ваши деньги. У нас в редакцию обратились жители сразу нескольких домов по улице Шверника. Люди уже не первый год просят организовать пешеходный переход через дорогу. Это крайне необходимо, например, мамам с колясками и пожилым людям. Ведь попасть с одной стороны улицу на другую, при этом не нарушив правила дорожного движения, сейчас достаточно проблематично. Все подробности далее. Жители улицы Шверника крайне возмущены. Уже не первый год они просят организовать вот в этом месте пешеходный переход. Он им крайне необходим. Это самый удобный участок дороги. Однако вместо этого там установили высокие бордюры. Рядом дубовая рощица. Настоящий оазис зелени посреди каменных джунглей. Теперь, чтобы туда попасть, нужно либо нарушать правила дорожного движения, либо обходить за десятки метров. А это достаточно проблематично. Например, для пожилых людей или мам с колясками. После реконструкции дороги резко увеличилось движение автомобильное. Вы представляете, сколько здесь детей, сколько молодых мам. Они в затруднении при переходе вот данного участка улицы. Еще одна головная боль местных жителей – газоны, которые нужно облагородить. Что называется, до ума довести, рассказывают люди. Они даже сами там готовы еще раз посадить цветы и кустарники. Сейчас нас очень сильно волнует, когда нам все-таки облагоустроят, вот эти газоны сделают. И вот мы просили сделать вот тут вот переход. Потому что здесь находятся две школы, два детских садика, детская поликлиника, взрослая поликлиника. Все магазины, ну все там, и сберкассы, всех ходят здесь. Но никто не стал это нас слушать и никто ничего не сделал. Так что вот помощь нужна. Жители улицы Шверника все еще надеются, что им пойдут навстречу. И организуют такой нужный пешеходный переход в самом удобном для всех месте. Александр Семенов, Олег Галочкин, СТВ Самарские археологи обнаружили захоронение 4 века вблизи Жигулевска. Там есть и предметы эпохи бронзового и раннего железного веков. Раскопки селища Жигулевск-2 начались осенью прошлого года. На данный момент исследовано более 300 квадратных метров археологического памятника. Селища содержит материалы срубной культуры эпохи поздней бронзы и именьковской культуры раннего средневековья. Но один фрагмент керамики отнесли к городецкой культуре раннего железного века. Среди находок в основном кости и фрагменты керамики, но есть и индивидуальные предметы. Бронзовый фрагмент украшения, корпус металлической фибулы, каменный молот. Самарцы в этом году смогут интересно отдохнуть на территории своего региона. В департаменте туризма разработали 13 увлекательных туристических маршрутов. Здесь как самые популярные и излюбленные направления, так и новые и до сих пор неизученные места. Наша съемочная группа отправилась на прогулку по Волге и выяснила, как организован отдых в условиях ограничительных мер. Речные прогулки стартовали, правда с небольшими изменениями. На входе у каждого отдыхающего измеряют температуру. И лишь после этого добро пожаловать на борт. Внутри самого теплохода также все под контролем. Перед каждым рейсом проводится тщательная санитарная обработка. На входе находится санитайзер для обработки рук, а внутри нанесена разметка в полтора метра. Кроме того, на судно теперь пускают гораздо меньше людей. К примеру, этот теплоход вмещает 160 человек. А теперь на нем смогут отправиться на прогулку лишь 80. Все это вынужденный мир. Впрочем, это никак не отразится на качестве самого отдыха. Открываются новые маршруты. Так, в департаменте туризма в рамках проекта «Поехали» разработали 13 новых туристических направлений. Здесь как уже полюбившиеся достопримечательности, так и новые ранее неизведанные места. В этом году мы стартовали с новой программы именно экскурсионной «Пять мостов реки Самарки». И плюс есть у нас еще пять мостов реки Самарки с зеленой стоянкой. Экскурсия очень познавательная. Она проводится исключительно на данном теплоходе «Вояж». И ее эксклюзивное право имеет на, собственно говоря, прочтение Екатерина Жимко, которая, собственно говоря, и разработала данную экскурсию. Пришлось вытаскивать исторические факторы. Там, вплоть до того, скажем так, у нас, оказывается, есть птицы и животные, которые находятся в Красной книге, которые обитают именно тоже только там. А также эта экскурсия идет как интерактивная. Большинство самарцев путешествуют по региону самостоятельно. Сегодня на это нет ограничений. Впрочем, речные прогулки также теперь доступны для всех. Наряду с полюбившимися маршрутами открываются новые. Предположительно, это будут не только город Самары, это будут районы, районы Самарской области, это будет Шигонский район, это будет Рачеевка, это будет поездка в сторону Тольятти, это незабываемая Ширяева, где, значит, и походы по Самарской луке. Наша задача именно туристических компаний – показать не только то, что уже доступно, и дать там, может быть, какие-то толчки новому развитию вот этих маршрутов, а то, что люди сами, например, не могут посмотреть. Вот как раз на это и рассчитано, еще раз повторяю, эта программа «Поехали» с большим комплексом вот таких вот направлений. До конца лета проект «Поехали» будет рассказывать о том, как и где можно провести время на открытом воздухе. Екатерина Алексеева, Дмитрий Лукин, СТВ. В строю победителей самарские школьники презентуют онлайн-проекты в рамках подготовки к Параду Победы. Напомню, в этом году из-за эпидемической ситуации его перенесли на 24 июня. Учащиеся разрабатывают интерактивные экскурсии, снимают видеоролики, создают онлайн-презентации. Итак, учащиеся самарской школы номер 12 подготовили онлайн-презентацию научно-библиографического сборника «Взлет к славе» Федор Сафонов. В своей работе они рассказывают о герое Советского Союза Федоре Сафонове, чье имя носит их школа. Во время войны он участвовал в освобождении Белоруссии, Литвы, в штурме последней гитлеровской крепости на Балтийском море города Пилау. Это было событие очень важное не только для Самары, но и для России, потому что это был первый случай вообще в нулевые годы, когда школе было присвоено имя Героя Советского Союза при его жизни. Так как он проживал в Ленинском районе, он был частым гостем, очень хороший, добрый человек, всегда приходил в школу, ну и очень спокойно, доходчиво рассказывал о тяжелых днях войны. В 2011 году стартовал проект «Я помню, я горжусь». Теперь это бессмертный полк школы номер 12, и как выясняется, и даже среди тех учеников, которые учатся сейчас в нашей школе, тоже есть правнуки участников Парада Победы. Смертельное ДТП в Самарской области Форд протаранил Хёндай. В Самаре на Московском шоссе столкнулись 4 автомобиля, в результате аварии пострадали 2 человека. И в Сызране газелист отправил в больницу невнимательных пенсионеров. Обо всем по порядку в обзоре происшествий. Смертельное ДТП в Самарской области Форд протаранил Хёндай. В аварии погиб человек. Все случилось на трассе Самара-Оренбург-Лопатина. По предварительной информации, 45-летний водитель Форд выехал на встречную полосу, где истолкнулся с Хёндай, рассказали в ГУМВД России по Самарской области. В результате аварии водитель Форда погиб, а вот 32-летняя девушка, которая управляла Хёндай, выжила. Ее госпитализировали. Как пояснили инспекторы ГИБДД, на этом участке трассы разрешен обгон, и 45-летний водитель Форд мог выехать на встречку во время этого маневра. В Самаре на Московском шоссе столкнулись 4 автомобиля. Все случилось ранним утром. В результате аварии пострадали 2 человека. Они в момент аварии были в фургоне. Их госпитализировали в тяжелом состоянии. Водителя фургона пришлось доставать из салона с помощью гидравлических инструментов. В Сызрани газелист отправил в больницу невнимательных пенсионеров. На улице магистральной столкнулись грузовой автомобиль ГАЗ и ВАЗ-2106. По версии правоохранителей, 69-летний водитель шестерки на нерегулируемом перекрестке неподалеку от заправки не пропустил грузовик. В результате ДТП классика отлетела с дороги в Кювет. Пожилой владелец ВАЗовской легковушки был геспотализирован в больницу. Также телесные повреждения получила его 71-летняя пассажирка. В Самарской области ожидается 30-ти градусная жара. Такой прогноз делают синоптики. Уже в среду будет настоящий летний зной. Сохранится переменная облачность без осадков. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Столбик термометра будет держаться на отметке в плюс 30 градусов. У меня же на этом все. Далее более подробный прогноз погоды. Интересные новости программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimansky.ru. Новости СК-24 можно увидеть в соцсетях, на сайте и на канале СК-24 ежедневно в 20.30. Телеканал СК-24 теперь еще на Яндекс.ТВ, на Пирс.ТВ и в мобильном приложении СК-24. Там есть онлайн-трансляция телеканала и последние новости. Смотрите и читайте наши новости, в том числе в группе ВКонтакте. На ваших экранах QR-код. Сканируйте его камерой приложения ВКонтакте. Мы с вами прощаемся. Всего доброго и до встречи. Продолжение следует...